Наталья Семенова считала свою семью примером для других. Единственной привычкой, которую она заметила за мужем, были его периодические поездки в лес. Через некоторое время женщина решила проследить за мужем и выяснила, что он ходит в лесную глушь, чтобы там стоять и кричать. Привычка мужа ездить иногда в лес всегда казалась Наталье странной. В самой поездке в лес нет ничего особенного, но Петр всегда категорически отказывался брать ее или детей с собой, говоря в ответ, что ему надо иногда побыть одному. Привычка поездок не менялась годы и однажды любопытство женщины пересилило Семенова решила аккуратно следовать за мужем, чтобы выяснить цель его поездок. Выяснилось, что муж едет в лес автобусе, а потом, доехав до одной из пустынных остановок, выходит и идет по тропинке в глубину леса. Женщине потребовался не один раз, чтобы незаметно следовать за мужем до леса, но спустя несколько поездок ей удалось оказаться позади него на некотором расстоянии, на той же самой тропе. Очень скоро муж остановился, сошел немного в бок и женщина услышала, как он кричит. Ничего другого, н. происходило мужчина, просто стоял на полянке и кричал. Покричав некоторое время, он развернулся и направился обратно в сторону остановки. Спустя неделю она решила поговорить с Петром и призналась, что украдкой проследила за ним. В итоге выяснилось, что ездя в лес, муж просто снимает напряжение за неделю. Как-то несколько лет назад он заметил, что крик ему помогает и стал иногда выбираться за город покричать. Привычка может показаться необычной, но каждый снимает стресс по-своему. Главное, чтобы человек не мешал другим. Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, где найдете еще много интересного.